Так, ну, еще раз всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. Смотря кто сейчас в каком часовом поясе находится. Давайте сейчас включу демонстрацию экрана, сейчас видно что-нибудь нет. Сейчас должно появиться, по идее. Так, все хорошо. Картинка появилась, замечательно. Значит, чему посвящается сегодняшнее занятие в целом? То есть наша задача сводится всегда к тому, чтобы принять решение о том, нужно совершить покупку или нужно сделать продажу, или нужно ничего не делать. То есть банально сидеть и ждать. И рано или поздно вы все равно, как бы сложная ваша система не была, то есть это может быть метод Эллиота, Фибоначчи, Гана, Адверза, Свинга, там любая другая, графический анализ, индикаторный анализ, что бы это ни было, это все равно будет сводиться к тому, что вам нужно принять одно из трех решений. Либо сидим на заборе, как любят трейдеры говорить, да, либо мы совершаем покупки, либо мы совершаем продажи. Вот это и есть как раз принцип дискретности, да, что в итоге мы принимаем одно из трех решений. Вот сегодня, присаживайтесь, да, сегодня мы как раз будем разбираться именно с тем, как максимально упростить вашу торговую систему до такого уровня, чтобы ее можно было рассказать человеку, который, может быть, даже только-только начинает заниматься рынком или, может быть, даже первый раз об этом слышит. Ну, буквально перед семинаром как раз вчера проводил эксперимент с ростовскими трейдерами, которые на базовом курсе занимались, и достаточно сложную торговую систему удалось объяснить, ну, примерно минут за пять. Как раз, я думаю, те, кто точно пришли, подтвердят мои слова. Поэтому давайте приступать. Я думаю, многим это понравится, потому что, по сути, это очень просто, с одной стороны. С другой стороны, это позволяет очень сложные вещи объяснять очень простыми словами. И при этом, в дальнейшем, очень успешно применять их на практике. Сейчас давайте я, наверное, так с экрана визуально исчезну, останусь так исключительно в виде голоса, чтобы слайды не загромождать. И давайте начинать. Что у нас сегодня по плану? Методика использования дискретных индикаторов, ну и вообще принцип дискретизации сигналов. Звучит страшно, на самом деле все очень просто. Потом, как перейти от классического индикатора к его дискретной форме. По сути, у любого индикатора есть его дискретная форма. У любого сигнала входа в рынок есть его дискретная форма. Абсолютно у любого. И вопрос в том, насколько сложно или легко его сделать. Это уже вопрос более сложный, но я покажу вам пару хитростей в конце семинара, как любой, сколь угодно сложный вариант принятия решения, можно упростить. Потому что мне приходилось рассматривать некоторые торговые сигналы, которые, наверное, только на ватмане распечатывать можно было, чтобы адекватно можно было увидеть. Дальше пойдем по пути усложнения. И если наша торговая система состоит не из одного индикатора, а из нескольких индикаторов, то мы попробуем объединить несколько штук в один. там сначала объединим два, потом объединим три индикатора и так далее. И потом рассмотрим несколько примеров, как можно создавать уже готовые дискретные торговые системы. Так, вижу, в чате появилось сообщение «Заикайтесь». Возможно, что есть проблемы с потоком. Попробуйте перейти в другой браузер. Скорее всего, это поможет. Ну и для начала просто F5. Ну и потом, как всегда, ответы на вопросы, потому что тема не очень распространенная, сразу скажу. Поэтому наверняка вопросы будут. Сразу хочу сказать, что всем, кто интересуется хотя бы немножко автоматической торговлей, кто хочет писать своих собственных советников, те, кто интересуется нейронными сетями, эта будет тема очень полезна, потому что вы рано или поздно с ней все равно будете вынуждены столкнуться. Поэтому лучше начать прямо сейчас. Итак, первый раздел «Общие правила и понятия». аналитическая и дискретная форма индикатора. Давайте рассмотрим. Давайте введем новые определения, для того, чтобы мы с вами говорили изначально на одном языке, потому что неверные толкования некоторых определений могут немножко в тупик нас загнать, потому что, опять же, скажу, тема не сильно распространена в сети. И поэтому давайте обозначим следующим образом, что если мы рассматриваем какой-то технический индикатор, из индикаторного анализа, который будет представляться либо в виде какой-то гистограммы, как, например, в МАГДИ или МАГДИ-гистограммы часто изображаются, либо в виде какой-то гладкой или кусочной гладкой линии, как, например, скользящая средняя, как стахастик, как RSI, CCI, Momentum или еще что-нибудь, то мы будем считать, что это аналитическая форма записи индикатора. То есть это индикатор, который может принимать множество различных значений, который либо идет как трендовый индикатор вместе с ценой, просто запаздывая за ним, либо рисует какую-то альтернативную функцию под графиком в виде осциллятора, тот же RSI, CCI, Momentum и так далее. Все, что этого касается, это будет считаться аналитической формой записи индикатора. То, с чем вы все уже практически прекрасно знакомы, может быть, только новички еще, кто только начинает базовый курс прошли, еще их не видели, но все, кто хотя бы общее представление о рынке имеет, уже это прекрасно знают и без меню. То есть мы видим либо кривую, которая рисуется прямо по графику цены, такая же, как скользящая средняя или как в народе ее называют, просто машка, да, moving carriage, либо это осциллятор, который рисуется в альтернативной системе координат. Но так как он меняется динамически, принимает какие-то разные значения, которых, как правило, очень много разных вариантов, да, просто вот банально посмотрите на RSI, например, несмотря на то, что он замкнут между нулем и ста процентами, учтите, что мы можем мерить с точностью как минимум до двух знаков после запятой, а то и даже до четырех знаков после запятой, если захотим, то посчитайте, сколько вариантов принятия значения RSI может быть. Там сразу голова заболит после таких вычислений. В нашем случае нужно упростить все до трех значений. Если будем очень вредными, то может быть до пяти значений, не больше. То есть индикатор кроме пяти значений ничего не сможет принимать. Соответственно, и его анализ упростится до безобразия, так что это можно будет объяснить ученику первого класса. Итак, что мы на данный момент имеем? Что любому трейдеру приходится проверять различные соотношения между линиями. Одна там пересекла другую, или какая-то выше другой. Там скользящие средние встали по порядку, если, например, метод радуги, да, или метод спектра, или, например, одна скользящая средняя быстрая пересекла медленную, или у МАГДИ сигнальная пересекла основную, тогда получается сигнал входа в рынок. И если там с МАГДИ еще более-менее это можно нормально смотреть, то когда мы смотрим пересечение скользящих средних, иногда расхождение достигается там буквально в несколько пунктов, и приходится брать измерения именно конкретно по значениям обзора рынка, да, делать, и смотреть конкретные значения, это очень сильно кушает время, и терпение достаточно быстро улетучивается. Поэтому надо стараться упрощать все это дело, потому что если рассматривать какие-то сложные системы индикаторные, то там таких условий может быть достаточно много. Особенно вот вспомните, кто был на клубном дне по нейронным сетям. Там таких условий может на принятие одного решения быть до нескольких десятков, а иногда нескольких сотен, а иногда даже больше. Соответственно, если это проверять вручную, то вы в лучшем случае один-два раза проверите, и потом больше пробовать даже не будете. Даже если это была прибыльная система, терпения просто не хватит. Поэтому мы пойдем в обход, мы пойдем своим путем. Если у нас есть компьютер, ноутбук или что-то подобное, то мы знаем, что машина очень хорошо умеет считать. Те, кто были на курсе по МКЛ-4, помните мою любимую фразу, что машина она тупая. Машина может складывать, вычитать, умножать, делить, и соизмерять, то есть что-то больше, что-то меньше, соотносить между собой несколько значений. Поэтому, если машина хорошо умеет считать, то почему бы не переложить на ее плечи все вычисления. Пусть она все считает за нас. А выводы уже делать будем мы. Почему? Потому что у человека есть такая черта, которая отличает его в корне от машинной мощности вычисления. Человек имеет особенность эвристического мышления. То есть мы способны открывать что-то новое, и также мы способны мыслить более широко, чем просто соотносить А больше Б или Б больше А. Получается, все. Наше следующее занятие будет в итоге сводиться к данному слайду. То есть какая бы сложная система ни была, нужно провести такую череду сравнений и вычислений, что если нужно покупать, то индикатор должен выдавать значение 1, если нужно продавать, то индикатор должен выдавать значение минус 1, а если ничего не нужно делать, то есть во всех остальных случаях, просто выводить 0. И у нас получается будет гистограммка в виде столбиков вверх и вниз. 1 или минус 1. 1 или минус 1. Поэтому, соответственно, столбик появляется, мы сделку открываем, столбики исчезают, мы из сделки выходим. Вот, собственно, описание всей торговой системы в дискретной форме, сколько угодно сложной бы она ни была. А какие варианты можно зашить вот в эту форму, вы увидите в течение всего сегодняшнего семинара. Я постарался сделать как можно больше примеров, чтобы вы это увидели наглядно. Итак, наша задача подогнать набор индикаторов или один индикатор под его дискретную версию, то есть заставить машину работать в максимальной степени на нас и делать максимальное количество вычислений за нас. Вот сейчас на экране изображена одна из вычислительных план самых сложных трендовых стратегий, с которыми мне приходилось ознакомиться в индикаторном виде. Возможно, кто-то из вас, кто заходил на семинары по индексам, помнит ее упрощенную версию, это метод спектра или метод радуги. Если мне память не изменяет, то здесь рисуется 96 скользящих средних одновременно по графику, и тут не делается соотношение, кто с кем пересеклись, здесь важно, они встали по порядку или они не встали по порядку. Но я ограничился, если не ошибаюсь, шестью или семью. Из них я взял с каждого цвета по одной. И все. Но в любом случае, если бы вы попробовали все вот эти линии анализировать самостоятельно, записывать их значения, например, смотреть это больше это, это больше это и так далее, то максимум одну-две сделки вы бы открыли, и потом бы пользоваться ей уже бы никогда не стали. Я, конечно, сейчас немножко гиперболизирую, вряд ли кто-то использует именно метод спектра именно вот в такой трактовке, но это вот именно самый первый вариант, который мне попадался на глаза в свое время. Я его потом упростил так, чтобы линий было всего несколько, ну, меньше десяти. Так, сейчас я форум отключу, чтобы нас не беспокоили. Поэтому будем переходить к максимально простым вещам. Давайте посмотрим, как мы будем создавать дискретную форму. Сейчас будет представлена схемка. То есть у нас есть отдельный график, мы его будем рисовать так же, как осциллятор обычный. И у нас либо будут идти вот такие столбики по мере появления свечей, которые будут говорить о том, что пора покупать. Входить мы будем, как правило, на первом появившемся столбике. Я обычно люблю делать расчет по ценам открытия, тем самым индикатор не будет перерисовываться. Если столбик появился, дальше хоть атомная война начнется, он никуда не денется. Потому что в индикаторных методах есть, как правило, такой грешок, что если они считаются по ценам закрытия, то последняя свеча, как правило, дергается, и, соответственно, дергается значение индикатора, хоть и незначительно. А если речь идет о сотах или о тысячных долях, то, как правило, небольшие изменения приводят к тому, что сигнал то есть, то нет, то есть, то нет. И что получается? Если мы вошли в сделку, поставили стоп-лосс, поставили тейк-профит, а потом сигнал исчез. И вот сидим и думаем, а что же нам делать? Вроде бы сигнал был, а по сути его не было. И дальше уже начинается само волка какая-нибудь. Поэтому если мы ставим расчет по ценам открытия, то здесь никаких проблем не бывает. Да, может быть, мы немножко прибыли не доберем, зато очень жестко формализовано. И взять тысячу компьютеров, посадить за эти тысячу компьютеров тысячу трейдеров, и они все войдут в одно и то же время по одной и той же цене. Если, конечно, будут непосредственно следить за ценой. Потом какое-то время, допустим, сигналов на рынке не будет, мы будем сидеть ждать, а потом будут генерироваться сигналы на продажу. И точно так же мы будем входить с первым красным столбиком, да, и будем ждать до тех пор, пока столбики не исчезнут. Если столбики исчезли, значит лучше не продавать. В середине, если вы прозевали первый столбик, да, в середине уже входить не нужно. То есть в середине столбики говорят о том, что если вы входили в продажу, то стойте дальше. А самим сигналом ко входу является первый столбик. Первый прозевали, значит вы ждете, пока все не исчезнут и не появятся новые. Это важный момент. Почему удобно представлять сигналы в таком виде? Потому что написать советника под подобный индикатор не составляет вообще никакого труда. Те, кто на курсе по МКЛ были, прекрасно знают, что там достаточно написать один цикл, который все это прекрасно сможет обслуживать. Никакой сложности это не составляет. У кого есть сомнения, соответственно, на следующий месяц сможете зайти и увидеть царь. Теперь посмотрим, какие есть преимущества у дискретных индикаторов. В первую очередь, самый главный плюс – это однозначность торгового сигнала. То есть мы никогда не будем сомневаться в том, сигнал есть или сигнала нет. Следующее – простота интерпретации вне зависимости от сложности расчета индикатора. Потому что, может быть, по самому методу расчета можно написать диссертацию, а представляться он будет все равно в виде либо единички, либо минус единички. А считать от минус одного до одного, я уверен, умеют абсолютно все, кто присутствует сейчас на семинаре. И следующий момент – дискретный индикатор легко встраивается в алгоритм автоматической торговли. Об этом я уже, собственно, успел упомянуть. Достаточно сделать очень простой цикл, который будет проверять условия. Если единичка, то buy, если минус единичка, то sell. Во всех остальных случаях ничего не делать. Вот, собственно говоря, и все. Сразу хочу сделать небольшое лирическое отступление, потому что, насколько мне известно, трейдеры всегда делятся на две категории, которые никогда не помирятся и всегда будут отстаивать свою точку зрения. Некоторые говорят, что индикаторы – это хорошая вещь. Некоторые говорят, что индикаторы – это изначальное зло, которые являются заблуждением, которые всегда опаздывают и дают ложные сигналы. Давайте сразу обозначим правильный ответ на этот вопрос, потому что здесь можно заблуждаться только в том случае, если до конца не понимать саму идею индикаторов. Я периодически подобное сравнение привожу для того, чтобы те, кто еще этого не осознали, осознали именно в данный момент. Давайте начнем с того, что индикаторы никогда не дают ложных сигналов. То есть не бывает таких ситуаций, в которых индикаторы дают ложные сигналы. Они могут давать сигналы, которые приносят убыток, но ложных сигналов они не дают никогда. Почему? Потому что индикатор – это просто математическая формула, которая получает одни данные на входе и потом выдает другие данные на выходе. То есть мы загружаем какой-то набор цифр на вход, происходит математическое преобразование, и мы получаем какое-то выражение, какую-то цифру на выходе. Как, например, скользящая средняя за 24 свечи. Мы загружаем на вход 24 цены закрытия или цены открытия. Происходит нахождение арифметического среднего, и на выходе получается одно число среднего за 24 свечи. Я думаю, все со мной согласятся, что если мы возьмем один калькулятор, на нем сложим 24 числа, разделим на 24, мы получим какой-то результат. Возьмем другой калькулятор, посчитаем то же самое, и получим то же самое число. Если мы возьмем в столбик, посчитаем это выражение, мы получим тот же самый ответ. И даже если мы уедем в другую страну и попросим другого человека посчитать этот же самый расчет, мы получим то же самое значение. Почему? Потому что изначально задача не может быть решена другим способом. Теперь насчет того, что сигнал может быть убыточным. Индикатор никогда не дает новой информации о рынке. Он всего лишь в более ярком, в более явном смысле предоставляет какое-то свойство рынка или какую-то его характеристику, чтобы вы могли более ярко и явно это увидеть. Поэтому индикатор можно сравнить с детской раскраской, до которой уже дошли фломастеры. То есть мы сначала смотрим на раскраску, там какой-то набор жирных или тонких линий, который обозначает контуры рисунка, но мы передний и задний фон изначально подобным образом отличить не можем. Мы достаточно сложно представить, что это из себя представляет, если это действительно какой-то сложный вариант раскраски. А когда мы необходимые сектора раскрашиваем фломастерами, мы видим, что на самом деле это была картинка, обозначающая какое-то изображение. Так вот индикатор делает то же самое. Он по сути играет роль детской раскраски, он дает в более ярком представлении информацию, которая в рынке и так уже существует. Но ввиду того, что делаются математические преобразования, ввиду того, что происходит усреднение, часть данных всегда теряется. Поэтому индикатор никогда не дает новой информации, во-первых. И во-вторых, за счет усреднения индикатор часть данных теряет, поэтому никогда не будет давать вероятность выше, чем где-то 70-75%. 75% наверное я даже завысил. 70%. Как показывают множественные количественные опыты, которые я уже в течение многих лет делал, индикаторные методы больше 70% не дадут, но и на мой взгляд это более чем достаточно. Потому что в классике везде написано, если у вас будет 55%, это уже прекрасно и замечательно. Так что с этим определились, да? То есть индикатор может дать убыточный сигнал, но ложных сигналов он не дает никогда. Чтобы у нас не было недопонимания. Теперь пойдем дальше. Нужно перейти от классической или от аналитической формы индикатора к дискретной форме. Но начинать нужно с простого. Как вообще это делается? У нас есть какой-то поток данных, потом считается сам индикатор. Неважно какой, неважно как, мы сейчас общий ход рассуждения рассматриваем. После того, как сам индикатор рассчитывается, данные поступают на блок дискретизации, где происходят измерения величин, которые входят в этот индикатор и их соотношения между собой. И если эти соотношения каким-то образом выполняют условия, то может быть либо покупка, тогда дискретная форма принимает значение единичка, либо принимается значение минус единичка, если нужно продавать. Во всех остальных случаях дискретная форма принимает значение ноль. То есть все дискретные индикаторы будут работать по вот этой схеме. Просто блок дискретизации может быть достаточно большим. И в нем может быть огромное количество разветвлений, не только 2, оно может доходить и до 3, 5, 7, 10, 20 и так далее. В конце я вам покажу пару страшных примеров, как это может выглядеть. Но идея всегда остается одна и та. Давайте начнем с самого простого, простого, наверное, который только может быть. Все мы знаем, простое скользящее среднее или moving average, или, как в народе я уже говорил, ее называют машка часто. Мы очень часто рассматриваем ее как трендовый фильтр, чтобы определять, цена идет вверх или цена идет вниз. Если цена идет вверх, надо покупать, если цена идет вниз, надо продавать. Я думаю, это не требует комментариев. Просто напомню. Как сделать дискретную форму скользящего среднего? Если цена меньше, чем скользящая средняя, я в качестве трендового фильтра взял 120-ю машку, то тогда дискретная форма равна минус единице. То есть цена под скользящей средней. Если цена над скользящей средней, то дискретная форма будет равна единичке. То есть тренд вверх идет. Если по какой-то причине они равны друг другу, такое там бывает, может быть, один раз в год, и то не в каждой, то дискретная форма равна нулю. То есть мы понятия не имеем, что происходит. Если среднее равно цене, значит, особо движения не было. Или какое-то идеальное совпадение. Давайте посмотрим, что из этого получится. Вот это скользящая средняя, которую все вы прекрасно знаете. А вот это ее дискретная форма. Смотрите, машка ниже цены, мы получаем единичку. Вот здесь цена ниже скользящей средней, идут минус единички. То есть самый примитивный вариант из примеров, который можно привести. Но достаточно просто и наглядно. Если пока все ясно, и вопросов не возникает, то прошу написать плюсики в чате, чтобы я убедился, что информация хорошо усваивается. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Не стесняйтесь. Я двойки не ставлю, родителей не вызываю. Поэтому всегда сторонник того, чтобы была именно беседа в процессе семинара. Так, плюсики вижу. Хорошо. Пойдем дальше. Теперь давайте пойдем более сложным путем. У нас есть один из классических индикаторов. Это аллигатор. Как известно, аллигатор состоит из трех линий зубы, губы, челюсти. И здесь уже придется надходить соотношение между тремя линиями. Вот сейчас нужно будет уже немножко мозгами пораскинуть. Так, вопрос от Дмитрия. А как этот дискретный индикатор нарисовать? Там достаточно написать примерно 5-10 строчек в МКЛ-коде этого индикатора. И вы получите дискретную форму. Как работать с МКЛ? У меня два раза в месяц идет бесплатный курс для всех желающих. Так что от вас будет требоваться наличие желания и свободного времени. Если найдете и то, и другое, то милость и прочее. Без проблем. Итак, ход рассуждений. Что нужно сделать с аллигатором, чтобы он у нас стал дискретным? Мы сравниваем три кривых, которые представляют из себя экспоненциальные скользящие средние. губы задаются ЕМА с периодом 5 и смещением 3. Я сейчас классику именно показываю. Зубы период 8, смещение 5. Челюсти период 13, смещение 8. Ну, кто классический индикаторный анализ изучал, я думаю, вряд ли я вам Америку открыл сейчас. Просто напомнил некоторые цифры, которые, может быть, кто-то подзабыл. Теперь, что надо с этим делать, чтобы мы получили единички и минус единички? Потому что, когда аллигатор пасть не открывает, он нас не интересует. Нас интересует только, когда он открывает пасть, когда он хватает цену. Давайте пробуем. Значит, если губы больше, чем зубы, больше, чем челюсти, в этом случае аллигатор открывает пасть и идет за быками. Тогда дискретная форма равна единичке. Это, надеюсь, понятно. Следующий момент. Если губы меньше, чем зубы, меньше, чем челюсти, получается, аллигатор переворачивается на спину, открывает пасть и идет за медведями. Если он идет за медведями, значит, надо шортить, то есть продавать, поэтому дискретная форма равна минус единичке. А если аллигатор не понимает, что ему делать, и у него честь, челюсть не до конца открыта, значит, нас абсолютно не интересует, что происходит в этих ситуациях. Поэтому все остальные случаи, которые не относятся ни к первому, ни ко второму, изначально дают дискретную форму, равную нулю. Как это можно изначально обозначить? Мы говорим, что просто дискретная форма равна нулю, а если выполняется условие 1, тогда она равна единичке, а если она равна второму варианту, то равна минус единичке. То есть можно ее просто изначально обозначить, равной нулю, а потом в качестве исключения поставить исключение 1 и исключение 2. Потому что есть два варианта, как аллигатор может открыть пасть. Теперь посмотрим, как это выглядит. Вот классический аллигатор, который написан абсолютно в любом учебнике по индикаторному анализу, который можно и в интернете описание найти, то есть это ни для кого не секрет. А вот это дискретный аллигатор, где нам не надо смотреть, как он челюсть открыл, или у него что-то не получилось с открыванием челюстей. То есть вот здесь машки встали по порядку, соответственно, наш дискретный аллигатор сказал, народ, идем покупать. Потом были попытки сходить с медведями, не очень удачные, потом еще раз пошли покупать, потом пошли продавать. Он открыл челюсти, перевернувшись на спину, и пошел вместе с медведями. То есть, как видите, если здесь нам нужно смотреть соотношение трех линий, что-то анализировать, особенно вот здесь, без обзора, чтобы посмотреть конкретные значения, вообще невозможно было понять, открыл он пасть или нет, то дискретная форма сама это измеряет и сама выводит столбик, и не надо сильно заморачиваться на эту тему. Так что, как видите, все равно все свелось к максимально простому решению. Столбики появились, мы входим, столбики исчезли, мы вышли. Все. Соответственно, все описание аллигатора, опять же, будет сводиться к одному, максимуму, к трем предложениям, которые можно уместить на стикере или на обратной стороне визитной карточки. Чем хороши механические торговые системы. Так, дальше вижу вопрос, как поступаем с одиноко стоящими столбиками. Но это, как правило, небольшой удар по шее получится от рынка. То есть, вы вот здесь получили сигнал на покупку, вошли, на следующей свече столбика не было, вы получили вот такой вот небольшой убыток. До этого вам сколько прибыли забрали, вам не страшно. Вот тут получается маленький убыток, и потом дальше идете вниз, и здесь немножечко совсем успеваете взять. потом заходите вот здесь и забираете прибыль вот тут. То есть, периодически одинокие столбики будут, когда машки переплетаются и чуть-чуть расходятся. То есть, сначала аллигатор подумал открыть пасть, потом передумал и остановился. Подобный недостаток есть и у самой системы аллигатор. То есть, я ничего в ней не усовершенствовал, я просто перевел ее к максимально простому виду. Так что, одинокие столбики будут, от них никуда не денешься, но сильно по карману бить они не будут. Причем, одинокие столбики будут встречаться практически во всех вариантах дискретных систем. Просто они делают более явными моменты, когда система может дать сбой. Так, еще один вопрос. То есть, следуем каждому, нет рекомендации выждать период. Да, как раз вот здесь лучше всего брать все подряд. Есть маленькая хитрость, как можно все подряд не брать, но мы до этого дойдем чуть-чуть позже. На ваш вопрос я отвечу примерно минут через так 10. Потому что, сейчас мы с вами рассматриваем отдельный индикатор, а мы можем как раз взять второй, который будет как раз отрезать вот эти одинокие столбики, когда индикатор дает сбой. Потому что, здесь прекрасно понятно, что аллигатор это трендовый индикатор, а если мы его применим во флете, то аллигатор будет уже кушать наш депозит по сути. Так что, на ваш вопрос я обязательно отвечу, но чуть-чуть позже. Дальше. Если сигнал либо от нашего индикатора, либо от механической торговой системы, либо от аналитической торговой системы, можно каким-то образом вам однозначно описать, то его всегда можно перевести в дискретную форму. Вообще, можете потренироваться, я об этом еще в конце скажу, напомню. Как проверить, понимаете ли вы то, что вы делаете. Очень хорошее упражнение для того, чтобы узнать, стоит ли вам поработать над своим методом торговли. Берете лист бумаги, выключаете компьютер, закрываете все книжки по торговле, если они рядом где-то лежат, и по памяти описываете свою торговую систему. Если выполняется условие 1, условие 2, условие 3, условие 4, условие 5, то мы входим в покупку. Если выполняется условие 1, условие 2, условие 3, условие 4, условие 5, мы входим в продаж. Ну и точно так же, как рассчитывается стоп-лосс от их профиль. Если вы без сторонних источников смогли четко по пунктам объяснить, как входить в позицию, значит вашу систему можно привести к дискретному виду. Если вы на словах можете объяснить, а именно на бумаге, именно в текстовом виде изложить это не можете, писать лучше от руки, а не печатать на компьютере. Когда печатаешь на компьютере, не так концентрируется внимание, как если пишешь от руки. Не поленитесь, попробуйте как-нибудь над собой такой эксперимент поставить. В случае если вы смогли все изложить, значит вы прекрасно понимаете, что вам нужно делать, и значит вы сможете формализовать свою систему, вы по сути даже уже ее формализовали, вы сможете привести ее к дискретному виду. Даже сколь бы сложной она не была. Теперь пойдем дальше. Мы с вами сейчас посмотрели два классических индикатора, это простое скользящее среднее и три экспоненциальных скользящих средних, которые в индикатор аллигатор. Теперь давайте пойдем к более современным методам. Кто-то может быть из вас был относительно недавнем клубном дне по методам Джона Эллерса, это очень известный западный аналитик, который очень нестандартно подошел к изучению рынка, потому что он изначально учился на инженера и к рынкам не имел вообще никакого отношения, даже близко, и имел хорошее образование по математике и в сфере цифровой обработки сигналов. И он впервые применил фильтры с конечной импульсной характеристикой для анализа рынка и вообще методы цифровой обработки, потому что по сути рынок представляет из себя какую-то последовательность чисел, последовательность значений. То есть у нас каждый тик приходит какая-то новая цена. Но это надо быть совсем сумасшедшим, чтобы это анализировать каждый раз. Поэтому мы с вами в основном анализируем вот каждая свеча представляет из себя отдельно четыре значения. Да, и вот мы вот эти последовательности значений анализируем. А собственно цифровой сигнал как раз и имеет примерно ту же самую структуру, а методов анализа и цифровой обработки уже существуют вагоны маленькая тележка и он решил а почему бы собственно не попробовать вдруг получится. Ну вот как раз получилось. Поэтому возможно кому-то из вас уже известен метод который называется центр гравитации Джона Эллерса ну или просто центр гравитации я его на одном из клубных дней ростовских рассказывал на ютубе этот семинар выложен там на самом деле много чего интересного в этом семинаре еще есть. То есть можно еще там период естественных колебаний рынка определять в результате этого индикатор может сам определять для себя период то есть мы берем кидаем на график скользящую среднюю она без периода потому что она период определять будет сама для себя и у вас даже спрашивать не станет. Но это тема для отдельного разговора мы не будем сейчас под это копать так что берем обычный осциллятор Джона Эллерса центр гравитации который является очень чувствительным который МАГДИ обставляет достаточно сильно он появился только в начале 2000-х годов и посмотрим сможем ли мы современные индикаторы которые уже после классики появились привести к дискретному виду сложно это или не сложно но давайте пробовать вот Джон Эллерс на всякий случай для справки что из себя представляет его индикатор это осциллятор который имеет основную линию и сигнальную линию основную обычно обозначают PL это банальная расшифровка primary line основная линия и сигнальную линию которую обозначают SL или сокращение а вот signal line сигнальная линия и так же как по МАГДИ абсолютно то же самый принцип если основная больше сигнальной то дискретная форма будет равна единичке значит надо покупать если основная меньше чем сигнальная то дискретная форма равна минус единичке и если вдруг они будут равны друг другу это опять же бывает один раз в год а еще и то не в каждый то дискретная форма будет равна 0 давайте посмотрим что из этого будет получаться вот перед вами два индикатора снизу центр гравитации Джона Эллерса сверху его дискретная форма вот здесь хорошо видно произошло пересечение основная ниже сигнальной столбики идут вниз здесь основная выше сигнальной столбики идут наверх и вот здесь уже приглядываться пришлось бы очень сильно если в аллигаторе еще более-менее видно как челюсти открываются и закрываются то вот здесь пришлось бы на каждой свече смотреть как это все происходит теперь если посмотреть на график просто немножко можно порассуждать да мы себе облегчили жизнь мы не смотрим где они пересеклись что можно сказать по сигналам когда рынок идет по тренду у нас вот эти трендовые сигналы достаточно неплохие да вот здесь мы бы забрали движение наверх жалко только что вот тут половину прибыли спалили прибыль взяли бы но опять же с небольшим щелчком можно было бы взять побольше как раз к вопросу об одиночных столбиках то что задавала Екатерина да вот у нас опять появился первый столбик мы зашли и там чуть-чуть совсем взяли грубо говоря спрет отбили и ушли потом зашли опять взяли да и вот потом начинается боковик и вот тут начинается абсолютный бред да то есть мы здесь потеряли здесь потеряли здесь потеряли и вот может быть там пару сделок получилось бы адекватно то есть вы должны понимать что дискретная форма индикатора не наделяет его никакими магическими свойствами он перенимает все свойства оригинала просто упрощает его трактовку поэтому как правило в единственном экземпляре дискретный индикатор будет не идеальным решением задачи по входу в рынок поэтому лучше всего их объединять в отдельные группы для того чтобы кто-то отсеивал лишние сигналы как раз постепенно подходим к вопросу который задавала Екатерина то есть нужно как-то лишние столбики отрезать то есть когда идет движение наверх нам столбики вниз не нужны чтобы у нас не было соблазна встать против тренда потому что особенно у новичков такой соблазн всегда присутствует во время падающего тренда надо отрезать столбики идущие наверх чтобы не было соблазна войти против тренда вот этим тоже сейчас будем заниматься то есть мы уже будем подходить к определению дискретной формы системы а не отдельного индикатора ну вот еще вам примерчик то есть в принципе как видите он реагирует достаточно быстро причем я еще раз повторяю мы считаем по ценам открытия а не по ценам закрытия когда идет тренд то есть вот здесь хорошие рывки он забирает вот здесь хорошие рывки он забирает когда идет боковик тут уже ничего не спасет какие-то мелкие стопы будем ловить но если конечно здравый смысл не включим надо пользоваться нашим превосходством над машинами потому что у нас есть эвристическое мышление поэтому если вы этим пользуетесь вы как минимум больше половины стопов брать не будете потому что вы даже входить в такие сделки не станете то есть банально начертили трендовую линию и входим по системе только тогда когда есть тренд если тренд начертить не можем то соответственно и игнорируем вообще все сигналы которые система дает но это такой маленький совет как можно еще дополнительно процентов 5 в своей системе набросить но если идти именно в лоб то подобных вариантов будет мало теперь мы подходим как раз к тому как же усовершенствовать сигнал то есть нужно объединить несколько индикаторов в один комплексный дискретный индикатор который будет по сути объединять в себе уже систему нескольких то есть уже это будет система дискретная торговая система и таких индикаторов внутри сидеть может сколько угодно я даже как-то пробовал ради интереса когда занимался методом бинарной волны попробовать построить ее дискретную форму тоже в принципе делается на ура без проблем так вот в дискретной волне вот этой содержалось чтоб не соврать примерно 12 индикаторов одновременно а в итоге выдавало все равно единички и минус единички так что в итоге все будет сводиться банально к дописанию дополнительного блока в коде советника то есть в коде индикатора там будет всего строчек 10 может даже меньше которая будет приводить вашу задачу максимально простому виду и так механические торговые системы будут состоять из нескольких индикаторов по крайней мере такие более-менее серьезные и наша задача их упростить мы будем использовать абсолютно те же самые рассуждения так же как и мы приводили индикатор в дискретной форме только теперь нам нужно собирать сигналы от разных индикаторов делать их соотношения и если какие-то соотношения нас интересуют выводить их в виде единички и минус единички то есть если выполнены все условия все индикаторы дали добро на покупку тогда дискретная форма торговой системы будет давать единичку если будут выполнены все условия для того чтобы совершить сделку на продажу то есть все индикаторы дали добро на продажу тогда дискретная форма механической торговой системы равна минус единички. Во всех остальных случаях, то есть, если хотя бы одно из условий не будет выполнено, а условий может быть много, там буквально от двух и до бесконечности, если хотя бы одно не выполняется, то столбик автоматически обнуляется. То есть, тогда ничего не делаем. Получается, вот этот огромный набор параметров, которые нужно проанализировать, будет анализировать машину. Она для того и сделана. Пусть считает. Это уже как раз ее задача. Наша задача принимать решение. А для этого нам достаточно получения всего лишь трех значений. 0, 1 и минус 1. Этого более чем достаточно. Так, теперь, так как определенный блок информации пройден онлайн, как информация впитывается, пока все понятно. То есть, по сути, дискретная форма механической торговой системы абсолютно по принципу создания не отличается от дискретной формы индикатора. Очно всем все понятно? Сейчас дождемся онлайном. Так, плюсики пошли. Замечательно. Дальше пошли. Давайте попробуем припаять к центру гравитации Джона Эллерса вот ту самую нашу скользящую среднюю, только возьмем уже более шуструю экспоненциальную, 120-ю, которая будет играть роль трендового фильтра. То есть, экспоненциальная скользящая средняя будет говорить, куда торговать, вверх или вниз. А центр гравитации будет говорить, когда торговать. Сейчас или потом, или сейчас лучше вообще ничего не делать. То есть, тем самым экспоненциальная скользящая средняя будет срезать лишний набор столбиков. Это, конечно, будет не панацея, и она не решит всех проблем, но большую часть лишних сигналов она отрежет. Вот сейчас будем этим заниматься. Вот она, экспоненциальная скользящая средняя. Вот он, центр гравитации Джона Эллерса. Как видите, у него есть сигналы против тренда. У нас цена выше скользящей средней, а он еще успевает генерировать сигналы в обе стороны за счет того, что он очень чувствительный к изменению цены. С одной стороны это хорошо, с другой стороны плохо. Хорошо, потому что если мы работаем по тренду, мы ловим сигналы практически в самом начале. А если он дает сигналы против тренда, мы стараемся войти в коррекцию, а работа по коррекции периодически дает хороший удар от рынка в виде такой пощечины по депозиту. Поэтому вот эти пощечины нужно ограничить. Давайте смотреть как. Давайте порассуждать. У нас нужно совершить проверку направления рынка. Соответственно, у нас цена может быть больше, скользящий средний, после этого нужно проверить соотношение линий центра гравитации, основной и сигнальной. Если основная линия больше, чем сигнальная, то в этом случае мы выводим дискретный вид в виде единички. Все понятно, да? То есть у нас сигнал ищется только по тренду, поэтому ищется только покупка. Если покупка, то единичка. Следующий вариант. Если цена меньше, чем скользящая средняя, то есть нужно по идее продавать. Если нужно продавать, то мы ищем сигнал, когда центр гравитации меньше, чем сигнальная линия, то есть сигнал в сел. И в этом случае дискретная форма будет равна минус единичка. Но это не все варианты, которые могут присутствовать в данном случае. Смотрим. При цене больше экспоненциальной скользящей средней, центр гравитации может давать сигнал против тренда, то есть в сел. Его слушать не надо. И наоборот, когда цена меньше экспоненциальной средней, когда надо торговать в сел, центр гравитации может говорить, что надо покупать. И его тоже не надо слушать. Отсюда следует, что все вот эти два варианта будут выводить нам в итоге нолик. Теперь жду от вас в чате плюсик, если данная схема понятна. Это вот то, как мы рассуждали, чтобы сделать дискретную форму. Вот вся схема рассуждения. То есть, по сути, нужно сделать два набора проверок. Точно так же можно порассуждать с вашей торговой системой, взяв чистый лист бумаги, карандаш или ручку. Как видите, ничего сложного в рассуждениях этих нет. Плюсики вижу замечательно. Тогда пойдем дальше. Нужно проверить три условия. Если цена больше скользящей средней и центр гравитации больше сигнальной линии, то единичка. Это мы уже в текстовый вариант переводим, как мы это прописывать будем. Если цена меньше средней и центр гравитации меньше сигнальной, то минус единичка. Это вот два исключения из правил. А все остальные случаи равны нулю. То есть, когда мы это будем прописывать в наших условиях, мы изначально скажем, что дискретная форма в принципе равна нулю всегда. Но есть два исключения. Это сигнал на покупку с единичкой и сигнал на продажу с минус единичкой. Тогда из всех обнуленных значений некоторые станут принимать значения вот этих вот единичек. Что из этого получится? Вот как мутирует наша торговая система в дискретном форму. В дискретную форму. Здесь цена меньше скользящих средних. Соответственно, столбики вверх вот здесь. То есть, сигнал вот здесь в покупку есть у центра гравитации. Но система его не слушает. Потому что он противоречит тренду. Здесь тоже есть сигнал на покупку. Но система тоже его не слушает. В результате генерируются сигналы только по тренду. Да, иногда единичные свечки случаются. Почему? Потому что, как видно, вот здесь все-таки она немножечко залезла за среднюю. И тут уже как бы никуда не денешься. Но зато от большого количества проблем, которые были вот здесь вот с центром гравитации, мы в принципе уже избавились. Система упростилась еще больше. То есть, мало того, что она генерирует сигналы, она еще сама отрезает лишние, которые могут нам помешать. Если посмотреть, то достаточно неплохо она работает. Если там вначале мы взяли прибыль неплохую, здесь слегка получили маленький убыток, здесь вышли в безубытки, здесь очень хорошо зашли и очень неплохо взяли. Потом получается безубыток, потом хорошо забрали снова. И вот на тот момент, когда я скриншот делал, я специально все скрины делал именно по текущему рынку, чтобы не было подкасовок никаких, что выбирал какой-то там хороший участок графика, чтобы скрин сделать, я в основном всегда выбирал именно моменты на текущем графике практически все. То есть, на тот момент был сигнал в шарты по канадцу. Насколько я помню, канадец как раз потом еще вниз провалился. Следующий момент, это вот то же самое немножко пораньше. Просто чтобы увидеть, как происходит генерация сигнала. То есть, вот здесь мы видим первый столбик, шарты, побежали дальше вниз. Сейчас вот начинает нас немножко огорчать то, что он за счет того, что даже в центре гравитации используется алгоритм нахождение среднего значения или ему подобные, то индикатор будет запаздывать. И можно было бы выйти вот здесь, а мы почему-то не вышли и вышли позднее. Поэтому прибыль получили, но получили меньше, чем хотели. А хочется всегда побольше, что в принципе вполне естественно. Да, у нас была из череды сделок одна классная, когда мы выдрызли вот здесь практически все движение, которое было в этом импульсе. Но опять же вышли мы вот здесь и получается недособирали. Конечно, понятно, что забирать на самых тенях движение это утопия, да, и это никогда не сможет произойти. Но мы сегодня узнаем, что приблизить значение точки выхода к экстремуму можно, причем несложно. Тоже с помощью метода дискретизации сигналов и небольшого усложнения самой системы. Но опять же усложним мы задачу для компьютера, а не для нас самих. Для нас опять же будут столбики, я единственное добавлю красный цвет еще сюда. Красный от синего, я думаю, все-таки основная часть будет отличать достаточно легко, так что никаких проблем не будет. Смотрим. Будем создавать более сложную дискретную механическую торговую систему. То есть мы рассуждаем последовательно и стараемся сделать максимально эффективный вариант. То есть мы сейчас уже узнали, как мы можем лишние сигналы против тренда отсеять. Теперь желательно как-то прикрутить дополнительные сигналы, как можно убегать пораньше из позиций для того, чтобы получать больше прибыли. Так, вижу, есть сигнал от Владимира. А что делать, когда находишься между сигналами на продажу, выходить из рынка или оставаться в продаже? Здесь есть два варианта. И здесь на этот вопрос, наверное, больше вы сможете ответить, потому что это больше зависит от человека. Значит, если вы более относитесь к эмоциональным людям, к импульсивным, то, как правило, таким людям более свойственно работать, забирая отдельный импульс, как я люблю говорить по системе, взял и убежал, взял и убежал. То есть это неплохо и нехорошо, это просто особенность торговли в зависимости от характера человека. Тогда, как только столбики исчезают, вы уходите из позиции, и пока новые не появились, вы не входите. Второй вариант, если вы более аналогического плана человек, который более хладнокровный и может долго выжидать хороший момент, и если его дождался выжимать тренд до состояния сухофруктов, то в этом случае вы можете посмотреть, чем закончился предыдущий столбик, если вы находитесь в хорошем плюсе, посмотреть, продолжается ли тренд в глобальном смысле, банально дальше начать сопровождать позицию переносом стоп-лосса. Это все прекрасно умеют. Если с этим есть проблемы, у меня в раздаточном материале есть система контроля работы трейдера, которая называется Росток Информер. Там можете ей задать функцию сопровождения стоп-лосса, это не трейлинг стоп, это более усложненный алгоритм. И он будет переносить стоп-лоссы с вашего разрешения. То есть это не советник, который торгует за вас, он либо бьет вас по рукам за то, что вы нарушаете свои собственные правила и ругает вас периодически за это в виде алертов, либо он делает те задачи, которые вы ему говорите, например, переносит стоп. То есть вы можете запустить либо трейлинг стоп стандартный, либо можете руками передвигать по фракталам потом стоп-лоссы, либо запускать вот этот альтернативный вариант в виде системы контроля за сделками. Так что у вас есть два варианта, вот какой из них вам больше подходит, я думаю, в основном вы сможете ответить на вопрос. Так, Владимир спрашивает, где взять раздаточный материал. Так, минуточку, сейчас дам. Я думаю, в принципе, у всех есть. Если что, я его ВКонтакте каждый день выкладываю после видео ростовской аналитики. Здесь целый набор инструментов, не только Ростов Информер. Тут вагон и маленькая тележка всего, поэтому лучше ставить сразу все. Там вот ссылка будет на Яндекс.Диск. Скачайте и будут какие-то вопросы, потом зададите уже в конце семинара или на аналитике. Она каждый день идет в 9.15. Итак, переходим к более сложным системам. Кстати, то, что я говорил, появится в разделе советники. Теперь ставим цель. Чем сейчас будем заниматься на ближайшие минут 15? Нам нужно расширить диапазон наших знаний о формализации механических торговых систем. И нам нужно добавить некоторый фильтр, не только для самих сигналов, но и добавить фильтр для выходов из позиций, иногда досрочно. Для того, чтобы постараться приблизиться к макушкам и к донышкам рынка. Для того, чтобы брать больше прибыли. Вот, пробуем добавить уже к готовой нашей системе, в которой участвует центр гравитации Джона Эллерса, где участвует экспоненциальная скользящая средняя в качестве фильтра тренда. Мы прикручиваем к ней еще ленты Боллинджера. Те, кто уже со мной хотя бы виртуально знаком, я думаю, уже поняли, к чему идет разговор. Есть очень хорошее свойство рынка в том, что оно очень похоже на распределение Гаусса или на его частный случай, на нормальное распределение. Хотя это происходит сходство не всегда, а периодически, но тем не менее, мы можем провести аналогию, а у нормального распределения есть замечательное свойство, как правило, трех сигм. Сигма – это среднеквадратичное отклонение. Те, кто с математикой не дружит, пугаться не надо, потому что мы опять заставим машину все считать, пусть она заморачивается с этими вопросами. Я специально ни одной формулы здесь не писал, чтобы никого не пугать. Так вот в чем фишка. Фишка в том, что в условиях нормального распределения вероятность того, что какой-то элемент выскочит от среднего на расстояние дальше, чем 3 сигма, крайне маленькая. Как показывают мои измерения, за последнее время, где-то с 2009 по 2016 год, везде практически на всех валютных парах получается результат, вероятность 70% того, что цена не зайдет за 3 сигма. Поэтому это можно использовать как вполне неплохой сигнал для выхода. То есть, когда цена этих сигм касается, значит, надо, наверное, убегать с вероятностью 70%. Вот попробуем это сейчас перекрутить к нашей системе. Значит, у нас есть центр гравитации, уже нам хорошо знакомый. У нас есть экспоненциальная скользящая средняя и полосы Боллинджера, которые все знают. Единственное, я к ним добавляю Боллинджера либо с отклонением 2,7, потому что такие отклонения просто чаще встречаются. Для особо вредных можно поставить, конечно, троечку сюда. Больше, чем 3 ставить нет смысла. Меньше, чем 2,7 тоже. Потому что будете ставить 2, сигналы на выход будут слишком часто. Будете ставить больше, чем 3, это значит, будет уже практически утопия. Вы, конечно, можете иногда выходить прямо на макушках, но это будет очень редко и сильно уже вас радовать не будет, потому что вы будете пропускать множество других хороших вариантов, поэтому нужно стараться везде золотую середину искать. То есть ищите значение где-то между 2,7 и троечкой. Соответственно, если свечки забегают за 3 сигма, это вот верхняя линия, это плюс 3 сигма, нижняя линия, это минус 3 сигма, то лучше убегать, потому что импульс, я подчеркиваю, импульс, не тренд, импульс скоро закончится. И практически, ай-яй, назад. Практически всегда именно так и происходит, как вы видите. Так как мы смотрим обычно по закрытой свече, то мы выходим как раз на кончиках импульсов почти всегда. Можно, конечно, сделать и получше, но как можно сделать получше, я покажу чуть-чуть позже. Так что теперь наша задача срастить все вот эти 3 индикатора в одну систему, так, чтобы она опять выдавала единички, минус единички, ну или можно для Боллинжера добавить столбики более высокие. Смотрим. Опять рассуждения те же самые. Нужно определить направление рынка. То же самое. Цена больше и мы. Смотрим в центр гравитации, смотрим дискретную форму. В итоге получаем, если сигнал по тренду единичка, то же самое смотрим. Сигнал по тренду минус единичка, если идем в шарты. В других двух вариантах мы говорим, что в принципе они равны нулю и они нам не нужны. И потом, если у нас дискретная форма равна единичке, и у нас верхняя тень от свечи больше, чем плюс 3 сигма, то в этом случае столбик увеличить в полтора раза. И сделать его не единичкой, а полуторкой. И второй вариант. Если у нас дискретная форма равна минус единичке, то проверить, может быть, нижняя тень зашла за минус 3 сигма. Если это произошло, то тоже величину столбика увеличить в полтора раза. И сделать ее равной минус полтора. То есть, как видите, мы добавили просто еще одну череду сравнений. То есть, первый вариант вы уже знаете, мы его только что рассмотрели. А второй мы просто проверили. Если у нас столбики есть, и есть повод убежать. Если повод убежать есть, сделать столбик более длинным, чтобы это бросалось в глаза. И сейчас посмотрим, как это можно реализовать. Соответственно, так как подошли к еще одному логическому блоку онлайн, с вас ключики, если все ясно, хотя бы примерно в общих чертах, когда увидим на графике, естественно, будет более понятно. Мне важно, понятен ли вам ход рассуждений. Потому что вот если вы сможете самостоятельно подобные рассуждения делать, то вы сможете формализовать абсолютно любую, сколь угодно сложную торговую систему, даже если она будет сложнее раз в 10 вот этой. Потому что принцип всегда одинаковый. Мы как детский конструктор собираем. В этом абсолютно ничего сложного нет. Достаточно один раз хотя бы сделать, и это потом уже как на велосипеде, уже не разучишься никогда. Так, плюсиков много, замечательно. Поехали дальше. Вот наша система в аналитической форме, а вот в дискретной. То есть у нас столбики рисует центр гравитации, лишние столбики отрезает экспоненциальная скользящая средняя, и в случае, когда рынок может развернуться, столбики увеличиваются. То есть когда столбики увеличиваются, особо осторожные убегают сразу. Те, кто является сторонником торговли по тренду, пододвигают столбик поближе. То есть либо в безубыток, либо пододвигают его дальше в плюс и сопровождают позиции. Когда первый столбик является полуторным, вот таким, как, например, здесь, значит, вероятность отката по сигналам очень большая и лучше не входить. То есть вот здесь мы видели, да, лучше не входить. Собственно, так и получилось. Вот здесь мы видели, лучше не входить. Так и получилось. А вот здесь первый столбик нормальный, да, вошли, стояли, стояли. Вот на этой свече, да, получается, мы заходили. Столбик зашел вот этот за сигму. Наши полуторки появились. И, соответственно, осторожные здесь ушли вот с этой прибылью. А те, кто решил посидеть подольше, могли просто перейти в безубыток и смотреть, что дальше будет. Или помажьте тянуть стопы. Вот так тянули, 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 и вас где-то вот тут выкинуло. Ну, примерно тот же самый результат, но раз на раз не приходится. Здесь, например, вообще не было, да, увеличения столбиков. То есть вы работали просто в среде маленького движения. То есть, как видите, наша задача существенно упрощается. Вот здесь даже было несколько подобных, да. Вот вы здесь где-то зашли, сидели в позиции. Столбик увеличился, вы там пододвинули стопик поближе. Допустим, на эту же сигму поставили. Дальше смотрите, столбик снова появился. Вы еще поближе стопик поставили. Вот так до тех пор, пока либо не выбьет стопик, либо пока не исчезнут столбики. То есть, в итоге, насколько бы сложная система не была, то есть здесь у нас сколько линий уже получается? Вот здесь три, четыре, то есть шесть линий, шесть показателей нужно анализировать для того, чтобы сгенерировать сигнал. А у нас все равно идут столбики единичка и минус единичка. Ну вот, усложнили, сделали еще полтора. Я думаю, появление столбика более большой длины сильно не усложняет задачу. То есть, все равно вы в этой системе разберетесь максимум минут за пять, за десять. И объяснить ее сможете тому человеку, который никогда в жизни не видел ни Боллинжера, ни экспоненциальной средней, ни тем более центра гравитации Джона Эйверса. Как видите, все становится предельно просто и понятно. Вот другой пример. Это, насколько я помню, NASDAQ. Тоже сигналы по тренду отрабатываются неплохо. То есть, первый, получается, здесь мы пропускаем, в основном мы смотрим сделки только на покупки, а потом начинаются генерироваться сигналы, которые можно забирать. Но вот последние были самые такие наглядные, потому что здесь пропустили, а вот тут вошли, стопик пододвинули, и потом вот это все все в карман положили. Потом появился новый. Но тут особо много не забрали, потому что, по сути, небольшой боковичок был. Самое главное, что очень просто. И советую, опять же, с учетом того, что индикатор это просто математический показатель, даже дискретная форма, это его просто упрощенный вид математического показателя, не забывайте включать здравый смысл. То есть, если у нас впереди через час новости, то никакой индикатор, его дискретная форма или любой другой метод анализа, кроме фундаментального, вам, естественно, не поможет. Поэтому старайтесь работать на них между новостями. Если явно видно, что тренд идет наверх, значит, вниз торговать не надо. Вот эти два простых правила, то есть, пользоваться всеми преимуществами человеческого мышления, существенно увеличат ваши доходы. Можно, конечно, и вот так в лоб чисто по столбикам ходить, но если чуть-чуть добавить здравого смысла, будет лучше. Вот другой пример. Ради интереса взял криптовалюты. Думаю, интересно, генерировал он сигналы, их шортить или нет. Да, были моменты, так что можно было тут еще немножко забрать. Здесь, конечно, получается, он успел зацепить 3 сигма, поэтому у нас был слишком рискованный сигнал, так что это, скорее всего, пропустили. Потом, конечно, зубы скрипели бы, глядя на этот график, но тем не менее. То есть, даже вот такие сумасшедшие инструменты, как биткоин, в который очень зверски волатильен, тоже прекрасно поддаются математическому описанию. Потому что, в принципе, этому алгоритму абсолютно все равно, в какую сторону движется цена, главное, чтобы он выделил это направление, и какой волатильностью он обладает тоже. Потому что 3 сигма, по сути, подстраивается под волатильность. То есть, у вас индикатор автоматически подстраивается под волатильность рынка. Очень удобно. Вот еще один пример. Японская иена. Последние вот несколько движений, которые были, были, конечно, единичные сигналы, да, когда она там в боковичке стояла, периодически можно маленькие стопики ловить. Здесь, кстати говоря, даже и стопика не было вот здесь. Вот тут бы был. Потом вот здесь красиво получается шортим, и идем вниз. Вот тут получаем на красной свече предупреждение, что осторожно пройти на выход, закрыть позиции. Тем, кто сопровождает позиции, можно еще посидеть, передвинуть стопы поближе. То есть, стопы кто-то передвинул без убыток, кто-то поставил просто поближе, да, вам их либо выбило вот здесь, да, либо, может быть, вы сидите до сих пор. Но, по крайней мере, и те, и другие точно убытка уже в этой позиции не получить. Но, на мой взгляд, неплохо было бы выйти, да, вот прямо на кончике красной свечи. То есть, это просто банальная математика. Почему я, собственно, люблю этот метод трех сигму? Во-первых, он простой, а во-вторых, он уже очень давно проверен, и он еще был известен, когда только зарождалась математическая статистика. Достаточно давно. Тогда еще метатрейдера и близко не было, а правило трех сигму уже было. Парочка замечаний. Дискретная форма сохраняет все свойства изначальной торговой системы, ну или индикатора, если это дискретная форма индикатора. Поэтому, если вы делаете дискретную версию трендового какого-то метода, то, соответственно, во флете он будет очень плохо работать и хорошо работать в тренде. Если вы будете делать флетовую систему, она будет хорошо работать во флете и отвратительно в тренде. Смотрим. Вот специально искал какую-нибудь гадость. Вот нашел австралийский доллар, когда он перед вот этими новостями, которые были, практически никуда не двигался. Да, были какие-то сигналы, может быть, даже какие-то из них были прибыли, как вот здесь, например, успели бы чуть-чуть взять, здесь бы успели чуть-чуть взять. Но в целом, если сравнить с трендовым участком, результат был бы крайне посредственный. Поэтому, опять же, не забывайте включать здравый смысл. Если инструмент явно идет в боковик, то даже скользящая средняя в горизонт выходит. Причем она даже не адаптивная, а просто экспоненциальная средняя в горизонт выходит. Значит, просто берите другой инструмент, берите фунта, берите евро и вперед. Не надо себе усложнять задачу. Взяли трендовый инструмент или просто дождитесь, пока тренд не появится. У нас вот даже Боллинджер залазит за среднюю. И посмотрите, какие идут сигналы. Замечательно. Да, вот один упустили. Ну и, собственно, не зря упустили, потому что, как видите, после большого столбика движения почти никакого не было. Так что даже если бы вы зашли, может быть, спред отбили бы и все. А вас заранее предупредили, что лазить туда не надо. А вот тут уже никаких проблем не было. Здесь зашли. Вас один раз предупредили вот на этой свече. Осторожные, может быть, убежали с небольшой прибылью. Остальные остались, потом второй раз предупредили. Кто-то, может быть, если первый сигнал на выход пропустил, убежал вот здесь, все равно в ключе. Да, остальные остались сопровождать. Ну, где-то здесь вас стоп бы достал с плюсом. Ну и вот последний момент, да, то есть открылись вот здесь, выстрел наверх, зашли за сигмы, столбики увеличились, осторожные убежали. Те, кто работают в средний срок, остались уже в плюсе с положительным стоп-классом. Ну и они в данной ситуации взяли бы побольше. В чем, опять же, именно вот фактически текущие значения австралийца взял. Именно которые на тот момент были, когда делал презентацию. Тоже ничего сложного. Поэтому подобный анализ всегда требует от вас для принятия решения ну, максимум секунды 2-3, ну, максимум 5 для особо затошных. Не нужно ничего расчерчивать, что-то замерять. Он будет просто выдавать значение. Можно еще для красоты вот здесь уровень прочертить в свойствах индикатора нолик, чтобы было явно видно, где единички, а где минус иголочки. Тоже, когда долго работаешь, иногда глаз привыкает уже и можно ошибиться. Вот еще один пример. Взял специально другой таймфрейм, взял 15-ти минутки. До этого часы показывал, сейчас 15-ти минутки. То есть вот здесь сигнал отменен, потому что коснулись сигнала, столбик увеличился, так что выгнор сразу. Вот этот тоже, вот этот тоже. Здесь столбики пошли наверх, соответственно, небольшую прибыль взяли, но там смешная эта прибыль. Вот вот эти одиночные столбики пошли. Здесь, ну, так сложно по этим свечкам сказать, скорее всего, минуса поймали. Вот здесь минуса, здесь маленькие плюсы. То есть свечки зеленые, так что в любом случае маленький плюсик был. Ну, там спред отбили, так смешно. Самое классное движение пошло вот здесь. То есть мы вот тут зашли, у нас даже было несколько предупреждений, когда можно было выходить. То есть осторожно и забрали несколько вариантов, в зависимости от того, на каких прибылях вы обычно выходите. Но как минимум три предупреждения у вас было. А те, кто передвигал стопы, то есть столбики увеличились, стоп пододвинули, второй раз столбики увеличились, еще раз пододвинули, еще раз пододвинули. И вот так сопровождали, сопровождали, пока вас не зацепило где-то вот здесь. А может быть даже и не зацепило. Ну, сейчас, насколько я помню, фунтик просел, поэтому в любом случае бы хуже задело к тому времени. Но на момент открытия позиции мы не видели же, что там справа было. Скорее всего, бы еще подержали бы. А краткосрочники убежали вот здесь. И в итоге все довольны, и те, и другие. Теперь можно уже на основе полученных знаний сделать какие-то промежуточные выводы. Дискретная форма всегда будет упрощать поиск сигнала, и анализ рынка будет занимать там несколько секунд. Она будет обладать всеми свойствами индикатора или системы, смотря что вы делаете. И значит, будет обладать всеми преимуществами метода и всеми недостатками. Она добавляет дополнительное преимущество, это простоту. Теперь посмотрим, что же мы с вами сотворили в последнем примере. То есть, мы добавили полосы Боллинжера, но периодически они нас подводят, потому что не дают хорошего варианта для выхода. То есть, это, конечно, неплохой вариант, но, как любил говорить мой научный руководитель, можно сделать лучше. Давайте пока еще есть немножко у нас эфирного времени, попробуем еще модифицировать данную методику. Поехали дальше. Я думаю, некоторым из вас уже известно, те, кто были, по крайней мере, на ростовской аналитике, индикатор, который называется 38 попугаев. Это моя авторская разработка. Я за основу взял индикатор без трендовости, который еще в 80-е годы взяли и потом забросили, потому что он не давал однозначных сигналов. Я чуть-чуть подточил, подсверлил, добавил дополнительные алгоритмы к нему, которые рисуют линии, которые определяют максимумы и минимумы. И в результате из попугаев можно сделать их дискретную форму в том числе. Если есть те, кто на ростовской аналитике бывает, или, может быть, ростовские сейчас в онлайне тоже есть, то, я думаю, как раз они меня поддержат. Попугаев тоже можно сделать дискретными и засунуть их в дискретную версию вашей системы. Давайте посмотрим как. Вот тот самый индикатор, который ростовские трейдеры прозвали 38 попугаев. Я потом смирился и сделал название по умолчанию таким. Изначально оно было самонормирующийся индикатор бестрендовости. Народ изначально так не запомнил. И в дальнейшем я, когда объяснял на одном из клубных дней, как он работает, попросили объяснить попроще, я привел в качестве примера одноименный советский мультик. И потом вот эту кличку так за ним и закрепили. Как раз если кто-нибудь из ростовских есть, кто уже меня хотя бы года 4 знает, я думаю, как раз эти моменты подтвердят. Для чего он нужен? Он абсолютно бесполезен для входа в рынок, разве что для дивергенции. Он нужен для того, чтобы запрещать вход в позицию или для того, чтобы говорить, когда надо убежать. Вот как правило, с сигналом, когда надо убежать, у него всегда очень все хорошо. Как им пользоваться? Красная линия выходит за пределы канала. Это говорит о том, что скоро надо будет выходить, но не сейчас. Когда он возвращается внутрь канала, это будет говорить о том, что пора закрываться. И речь идет об импульсе. Относительно тренда этот индикатор не знает вообще ничего. То есть не стоит даже какие-то надежды на это возлагать. Но конец импульса он определяет очень неплохо. Ну вот посмотрите здесь. Небольшой рост, сигнал, дискретная форма просто дает красный столбик, когда надо убегать. Красный столбик вверх убегаем из покупок, красный столбик вниз убегаем из продаж. Вот он идет вниз. Мы зашли за канал. Канал, кстати, динамический, как вы видите. Перекупленность и перепроданность у него меняются в зависимости от волатильности. Причем перекупленность может измениться отдельно, а перепроданность нет. То есть боллинжер разъезжается и съезжается, а попугаи ходят так, как им хочется. В этом как бы основная их фишка есть. Движение вниз. Нас предупреждают, знаете, вам пора на выход, если вы в селах стоите. И определил достаточно неплохо. Вот импульс. Коррекция, правда, была всего лишь в одну свечу, потом мы пошли дальше. Но, опять же, повторюсь, индикаторы не дают стопроцентной гарантии. Но, тем не менее, достаточно часто определяют очень неплохо, как отканчивается импульс. То есть, например, вот здесь мы увидели остановку, да, основная часть убежала, и рынок практически сразу после этого остановился. Поэтому многим этот метод приглянулся и вполне успешно его применяли. Так вот, почему бы его не засунуть в дискретную форму. Никто не запретит, так что можно попробовать. Добавим его в виде столбиков просто другого цвета. В результате мы получаем значительно более удобный набор сигналов. То есть, тот же самый график, центр гравитации дает сигналы, а попугаи говорят, когда стоит выйти. Тоже вполне неплохо. Вот, например, вот здесь, да. Смотрите, столбики появились, мы входим, а потом появляются красные столбики. Они говорят, знаете, вам пора уходить. И, соответственно, вы бы ушли вот здесь, на красной свече, а те, кто об этом методе не знает, ушли бы вот тут. Соответственно, вот это вы недополучили. Конечно, прибыль есть и там, и там, но мы сейчас говорим о том, чтобы сделать усовершенствованную систему, сделать ее как-то лучше, чтобы она давала больше прибыли. Или вот здесь, на хорошем выборке, да. Мы бы в любом случае прибыль взяли, и когда столбики исчезли, мы бы вышли вот здесь, но кто пользовался попугаями, ушли бы вот тут. И, соответственно, вот это движение не потеряли бы. То есть, это небольшое усовершенствование. То есть, это не панацея, она не решает 100% всех проблем, но, как правило, она улучшает результат. Плюс ко всему, если появляются сигналы, и одновременно с этим появляется красный столбик в эту же сторону, значит, входить не надо. Скорее всего, будет разворот. Вот еще один пример. Как можете увидеть, часто появляются досрочные сигналы. И вот даже в таких ситуациях мы иногда можем, конечно, из-за них прибыль недополучать, потому что потом следующий сигнал еще не успеваем получить. Мы заходим, на следующей свечке выбегаем, забираем только маленькое движение, да, и часть пропускаем. Да, это небольшая погрешность. Но зато, например, вот здесь нас за руку поймали. Потому что мы бы тут захотели бы зайти, и потом обратно получили бы убыток на следующей свече. А так он нам заранее сказал, знаете, вам лучше не стоит сюда заходить вообще. Ну, здесь столбиков не было, тут маленькое движение наверх забрали, да, здесь вошли, стояли, 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 на макушке опять же попугаи прокричали, ребята, вам пора уходить. Те, кто увидели, ушли, а остальные вышли попозже, и, соответственно, вот это движение спалило часть прибыли. Прибыль-то была, но просто меньше. А всегда хочется взять побольше. Здесь тоже, да, наверху был сигнал, что пора на выход. Вот здесь, получается, немножко нас они подвели, да, то есть мы убежали, а потом рынок все-таки продавил дальше движение. Но дальше, чем закончилось на момент 18-го числа, когда я делал презентажку, было не видно. То есть они результат улучшают, но иногда бывают небольшие сбои, потому что любые индикаторы не дают вероятность больше где-то 70%. Но это, на мой взгляд, все равно, если вы 7 из 10 берете, это более чем хорошо. Теперь попробуем немножко усложнить задачу, чтобы сделать еще более качественные сигналы. Кто помнит или присутствовал на семинаре по методам Джона Эллерса, помнит, что он разработал целую группу индикаторов, которых там порядка 20 штук. И у него была очень классная идея для того, чтобы применять 4-ступенчатый фильтр лагера для индикатора RSI. В результате получается хороший среднесрочный фильтр, который дает сигналы, которые можно удерживать там по несколько дней на часовом графике. Напоминаю, основная идея фильтра лагера в том, что мы, когда находим среднее значение, мы применяем аналогию с взвешенным средним значением, где средним элементам из множества придается большее значение, чем первому и последнему. Нам достаточно всего лишь 4 свечей. А если мы анализируем всего 4 свечи, как мы знаем, если бумажку с периодом 4 взяли, то отклик будет быстрее. На самом деле схема более сложная, но я сейчас вас пугать этими сложными схемами не хочу. Кто захочет, посмотрит сам. В результате мы получаем уже вот такую систему, тоже вот момент того же австралийца. И посмотрите, какие куски тренда можно выкусывать с помощью фильтра лагера взамен центра гравитации. То есть центр гравитации нужен тем, кто работает по системе, взял и убежал, а фильтр лагера больше подойдет тем, кто предпочитает посидеть подольше. То есть может быть в течение целого дня, а может быть даже в течение нескольких дней. А когда появляются красные столбики, либо вы как краткосрочник убегаете тут же, но это в данном случае не совсем разумно, а это тот момент, когда пора двигать стопы поближе. То есть вы вошли, столбики пододвинули. Потом красные линии появились, опять столбики пододвинули, 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 пододвинули. И в результате где-то вот здесь вы закрылись. И вот это вот все вы сожрали. Вполне неплохо. И вот потом на тот момент сгенерировался новый сигнал. И в принципе пока что еще на момент, когда я делал этот скриншот, работал неплохо. Вот из маленьких кусочков. То есть здесь зашли, нас прямо на макушке предупредили о том, что вам пора на выход. Если бы мы его не послушались, или если бы мы не знали о том, что он есть, если бы мы просто желтенькие столбики слушали, то мы бы вот здесь зафиксировали бы, наверное, или без убыток, или даже, наверное, убыток. Да, убыток бы зафиксировали. Поэтому вот это дополнение существенно упрощает нашу задачу. Вот еще парочку примеров. Да, бывают одинокие столбики, но я думаю, вы уже заметили, как раз возвращаясь к вопросу, который был задан ранее, насколько я помню, Екатерина, кажется, его задавала, насчет одиночных столбиков, их стало намного меньше. То есть они единичками встречаются, когда начинаются доджики бумажной зонтики. Но зато мы достаточно неплохо определяем окончание движения. Теперь. И можем забирать отдельные фрагменты трендов и кусок. То есть не отдельный импульс, а целые группы таких импульсов. Думаю, достаточно наглядно. И при этом мы используем очень сложные математические алгоритмы, которые предложил Эрверс. Но опять же, пусть машина это считает, нам-то это зачем? Нам главное понимать, для чего эти алгоритмы используют. А пусть считают все равно машину. Это ее задача, а не наша. Вот еще один пример. Сначала немножко взяли движение вниз, потом пошли наверх. Вот здесь нас предупредили. Вы либо убежали, либо передвинули стоп в безубыток. Ну и стоп в безубыток вас потом, скорее всего, где-то здесь достал. Вот здесь вот еще. Но зато не убыток. Уже хорошо. Ну и потом зашли вот здесь, а одиночный столбик, вот тут маленькую пощечину получили, несущественную. И зато потом вот это все обратно вам. Рынок отдал вам компенсацию за вот эту пощечину, и еще сверху дал прибыль. То есть я не говорю, что этот метод не будет давать вообще убыточных сделок, потому что это сказка, которая может быть только в качестве обмана выдаваться. Да, но прибыльных сделок будет больше. И причем получать их будет достаточно просто. Вот вариант на более маленьких таймфреймах, но здесь мы попробуем для краткосрочников сделать, чтобы их не обидеть. Альтернативный вариант центра гравитации Джона Эллерса можно взять модифицированную версию Магди. Возможно, с ней кто-то знаком уже. Называется ZeroLagMagdi. Ее можно найти даже на сайте МКЛ4.com. Я в свое время, когда просматривал интересные моменты на этом сайте, мне приглянулось, решил в качестве интересного варианта засунуть ее в систему. То есть у нас получается уже есть три разных генератора. У нас есть центр гравитации Джона Эллерса, у нас есть четырехступенчатый фильтр лагера и у нас есть Магди, модифицированное на минимальное отставание. Работаем точно так же. Столбики появляются. Так как это краткосрок, при первом же сигнале надо убежать. То есть раз, вот здесь убежали, выкусили весь импульс, причем выбежали прямо на самом кончике. Даже вот в этом маленьком аппендиксе, который здесь рисуется, когда могильный камень рисовался, здесь доджик, мы прямо после доджика поняли, что пора убегать. То есть когда только появилась вот эта свеча, мы уже понимали, что пора уходить. То есть и вот это вот все было наше. Хоть и маленький импульс, зато забрали. И вот здесь тоже. На первой красной свече вошли, на второй уже убежали. Поэтому нас достаточно часто предупреждают. Индикатор. Да, вот такие маленькие, периодические щелобаны поносов получаем. Или вот здесь, например, тоже. Скорее всего, спред даже не отбили. Но зато вот это, я думаю, прекрасно все скомпенсировало. Все вот эти маленькие погрешности, которые были. Вот другой вариант тоже с этим же самым Zero-Lac Maggi. Единственное, жалко вот здесь. Да, вошли, одну медвежью свечу забрали и вот это все пропустили, потом бы зубами скрипели. Ну, что ж поделаешь. Зато забрали вот здесь, зато забрали вот здесь вот это все движение, видите, прямо на самой макушке. Вот здесь получили небольшой щелчок по носу, зато потом обратно взяли вот это все и ушли вот здесь, на вот этой свече. Опять же, брал специально самый крайний кусок графика и специально взял другой таймфрейм уже 15 минут, а не часы. То есть, в принципе, можно подобрать под любой таймфрейм, который вам больше нравится. Потому что принцип дискретности не зависит от того таймфрейма, который вы используете. Теперь давайте подведем итоги. У нас получилась достаточно сложная трендовая система, которая будет состоять из целой большой группы индикаторов. У нас есть, я повторюсь, три генератора. Это центр гравитации, модифицированный МАГДИ, четырехступенчатый фильтр лагера для РСАЙ. В него входит в качестве фильтров скользящая средняя, фильтра тренда в смысле. И в него входит еще 38 попугаев в качестве фильтра выхода из позиции. То есть, у нас уже получается пять индикаторов вшито в одну дискретную форму. И тем не менее, как вы сейчас видели на последних слайдах, объяснить ее можно в течение пяти минут максимум. Я вот вчера как раз на трейдерах, которые пришли на базовый курс, проверил, насколько легко это усваивается. Буквально в течение пяти минут они уже начали говорить, когда входить, когда выходить из позиции. Хотя они еще даже базовый курс не закончили, он закончится завтра. Поэтому ничего сложного в этом абсолютно нет. При желании даже можно эти генераторы переключать между собой. Я этот индикатор в свое время назвал EDTA. Расшифровываю это очень длинно и страшно, поэтому говорить не буду, что это такое. Дальше. Прошли до следующего логического блока, поэтому хочу услышать либо плюсики, либо вопросы. Мы практически уже закончили. Буквально осталось пара слов. Ну и как, в принципе, обещал, примерно в полтора-два часа уложились. Даже немножко раньше, чем я рассчитывал. Давайте, если понятно, ставим плюсик. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Так, где можно подробнее ознакомиться с методом 38 попугаев? Ну, достаточно хотя бы один раз зайти на аналитику в 9.15, там практически все время он используется. А недавно я кидал раздаточный материал, который у меня используется на аналитике. Просто каждый раз отдельному человеку высылать раздаточный материал я не вижу логичным действиям. Поэтому есть архив, где все лежит, одновременно все, что я предлагаю, использую. потому что метод нестандартный, там много различных индикаторов. Поэтому я это в архив запаковал, а вы скачиваете и забираете то, что вам конкретно понравилось. А то, что не понравилось, просто не используйте. Он сам встраивается в метатрейдер и становится вспомогательным индикатором. То, что у меня за Ростов Информер спрашивали, вспомогательным советником. То есть, там много чего лежит. В архиве вы заберете, там все есть. А 38 попугаев там, собственно, объяснять нечего. То есть, вот у нас вот кого-нибудь, давайте фунта возьмем. Вот последнее падение фунта, которое было. То есть, красная линия заходит за канал. Это значит, вот мы вот здесь уже поняли, что скоро падение закончится. Но не сейчас. А когда он возвращается назад, вот здесь, мы понимаем, что все, пора сушить весла и на выход. Как видите, мы это видим в самом кончике движения. То есть, это не магия, это математика. Просто тупо математика и все. То есть, к рынку это вообще никакого отношения практически не имеет. Основной фишкой этого подхода являются вот эти две динамических линии, которые анализируют историю рынка и каждая просчитывается в отдельности от другой. То есть, видите, они могут считаться по-разному. То есть, перепроданность изменилась, а перекупленность не изменилась. Так что, когда момент возвращения в канал мы видим, это значит, что пора выходить. А если вы собираетесь входить, когда цена находится за пределами канала, то есть, например, если бы у вас вот здесь было бы желание продать, это самый идеально неправильный вариант, чтобы продавать, потому что скоро движение закончится. или наоборот вот здесь. Смотрим, да? Если красная линия находится за пределами канала, то лезть в покупки уже поздно. А вот здесь сигнал о том, что если вы в покупках, то пора бы уже выйти. Так, еще вижу вопрос. Так, Леонид, есть ли сигналы с индикатора 38 попугаев, получать со старшего таймфрейма торговать на младшем по тренду? Ну, честно говоря, на разных таймфреймах не пробовал, можете попробовать, потом поделитесь информацией. Я всегда использовал на том же самом, чтобы ловить именно импульсы. Так, когда ближайший веб по описанию советников и кодировки индикаторов? Вот, напомните, в самом конце семинара покажу. Так, Алексей, я немного позже зашла на семинар, но у меня есть индикатор Центр гравитации, я его использую. Что касается сегодняшнего расширенного, мне нужно загрузить его в МТ-4 с вашей ссылки. Да, загружайте, и там все будет. Причем, можете посмотреть еще семинар, записанный на Ютубе по методам Джона Эллерса, там есть еще различные вариации. Есть Центр гравитации с фиксированным периодом, и есть с применением переменного периода. То есть, индикатор сам определяет период своей выборки. Но это уже в дебри лезть не хочу, чтобы не пугать новичков. Итак, несколько слов о том, как легко продумать алгоритм и привести его в дискретной форме. я уже один из них называл. Берем чистый лист бумаги, выключаем компьютер и по памяти, без каких-то подсказываний со стороны или подглядок в литературу, начинаем писать. Если вы понимаете, что вы делаете или что вы должны делать, то вы сможете описать свою систему по пунктам. Если не смогли, значит у вас идет система самообмана, вы думаете, что вы понимаете, что вы делаете. Это значит повод пересмотреть свой метод. Дальше вы можете изложить это в виде блок-схемы, тоже на бумаге разрисовать, но только уже без слов, а в виде вот таких блок-схемочек, которые я вам сегодня приводил в качестве примеров, когда называл это ход рассуждения. Можно нарисовать не на бумаге, можно использовать какой-нибудь Paint или тот же PowerPoint, который я вам сегодня показывал, но самый классный вариант, которым я, собственно, тоже пользуюсь, это можно использовать специализированный софт, который специально предназначен для создания диаграмм. Насколько мне известно, такого софта в интернете вагон и маленькая тележка, так что можете посмотреть, просто вбить в поисковике софт для рисования блок-схем. Мне вот понравилась одна из программок, называется DIA, если я не ошибаюсь, она бесплатная, доступна для доступа абсолютно всем, кто захочет, на free режиме. И вот теперь возвращаемся, как раз вот эта схема нарисована на вот этой самой программке, А теперь посмотрим, какие бывают сложные варианты системы дискретизации сигнала. И я вам сейчас покажу первый вариант, когда мы с вами разбирали, если не ошибаюсь, летом прошлого года принятие решений с помощью нейронной сети. В итоге получается вот такая вот схема, но в итоге опять же покупка это единичка, продажа это минус единичка, покупка это единичка, продажа это минус единичка. А все вот эти промежуточные выводы сравнения проводит машина. А вот это соответственно нолик, мы не знаем что делать и уходим обратно на замер исходных данных. Здесь получаем нолик, тоже уходим изначально на замер изначальных данных и начинаем считать заново. Вот так машина гоняет этот алгоритм. Есть еще более сложный вариант. Вот в одном из тех алгоритмов, которые я в свое время разрабатывал, получается система принятия решений примерно вот такая. То есть вариантов существует тоже много, но в итоге они заканчиваются тоже просто. Зелененькие это значит мы выходим в покупки, красненькие значит мы выходим в продажу. И даже такой сложный алгоритм достаточно легко приводится к дискретному виду. Поэтому я думаю это достаточно наглядный пример того, что сколько бы сложной ваша система не была, ее можно упростить до такой степени, что на выходе будет либо один, либо минус один, либо ноль. Теперь вывод из того, что мы с вами узнали за последние полтора часа. Дискретная форма в своем применении почти полностью исключает человеческий фактор. Как я привожу пример взяли 100 человек посадили их за 100 компьютеров включили метатрейдер они все вошли в одно и то же время если одна и та же система включена на метатрейдере. Она упрощает принятие решения и сводит принятие решения примерно к 5 секундам максимум. После перехода в дискретную форму ваш индикатор или ваша торговая система станет настолько простой что вы сможете сами объяснить эту систему человеку который вообще ничего не понимает еще в рынке который вот еще совсем новичок который может быть метатрейдер первый раз в жизни увидел и еще даже в интерфейсе не разобрался но буквально показав ему 5-10 примеров он уже сам сможет говорить когда надо заходить и когда выходить он может не знать на какие кнопки нажимать чтобы заходить и выходить но уже говорить когда это делать он уже сможет и если вы привели вашу систему к дискретному виду то перевести это в автоматический режим вообще никакого труда не составит и даже если вы не программируете на МКЛ техническое задание составить для фрилансера на сайте МКЛ4 или МКЛ5 которых там очень много не составит никакого труда и чтобы составить этот советник для вас наверняка потребуется 10 или 15 баксов потому что это будет самый примитивный советник с точки зрения исполнения который только можно придумать потому что все дополнительные алгоритмы будут вычисляться внутри вашего полученного индикатора вот собственно говоря все что хотел вам рассказать надеюсь что что-то новенькое для себя узнали что было интересно если какие-то вопросы есть буду рад на них ответить теперь передаю слово Алексею если будут какие-то вопросы то задавайте я пока временно с экрана исчезаю все так получилось интересно действительно интересная очень тема и я смотрю все кто смотрел очень благодарят потому что по большому счету не все далеко рассматривают такую возможность дискретизации многие используют индикаторы просто так вот визуально смотрят есть один торговый сигнал на одном на другом на третьем вот сейчас я себя включу вот и как-то совместить их внутри себя очень не всегда бывает просто и бывает столько индикаторов которые закрывают все рабочее поле на экране и вот такой подход конечно он сильно сжимает график и тогда анализ становится очень затруднительно но если несколько индикаторов сведены к такому дискретному виду то задача все сильно облегчается и действительно уже можно просто подобрать определенный набор которые делают работу большую часть работы делают за тебя остается просто принять решение допустим несколько индикаторов дали торговый сигнал ходишь по этому торговому сигналу допустим получил 100 полос допустим второй 100 полос смотришь он там откровенный дековин ну если действительно имея юристическое мышление человек не видит вот этого на графике потому что одно дело работа по индикаторам строго как это делает робот мы от робота отличаемся я совершенно с Алексеем согласен в том что роботы должны считать это их задача а мы должны принимать решение и очень часто просто такие вот подсказки в виде вот такого дискретного индикатора могут быть хорошим подспорьем для принятия решения но это лишь подспорье решение принимаем все равно глядя на график цены и никто визуальный такой технический анализ не отменял и вот если будет возможность не вычить себе голову и вот просто создать определенный набор индикаторов которые будут показывать состояние рынка эти индикаторы по сути показывают состояние рынка уже на графике цены мы основную информацию получаем и тогда действительно торговля может быть намного более простой эффективной потому что фактически мы не заслоняем себе ничего на экране видим хорошо отчетливый сам график цены видим всю динамику ценовую видим всю графику и имеем небольшое окошечко для индикатора который показывает 0 1 или минус 1 покупаем продаем или ничего не делаем и нацеливает нас на определенные решения ведь опять же многие проблемы часто действительно возникают иногда когда например выходят новости тогда возникают разнонаправленные колебания такое бывает нередко и в этом месте любой индикатор может ошибиться но мы как люди которые можем думать и можем отслеживать реальную ситуацию можем в такие вот например часы когда выходят какие-то распиаренные новости просто отказаться от торговли почему нет и не попасть в эти журнала но когда мы проводим тестирование по всей истории там иногда такие периоды такие участки получаются где просто очень трудно вообще сказать что будет вот ну в общем-то сейчас я так думаю мне больше добавить наверное к этому практически нечего потому что во-первых это было очень подробно все во-вторых это было с полным знанием дела Алексеем рассказан на самом деле Алексей большой мастер автоматического подхода алгоритмической торговли поэтому если вот кто заинтересовался языком КМ4 заинтересовался вот этими инструментами о которых Алексей сказал и ссылки на которые вам скинул пожалуйста вы можете скачать вы можете посмотреть то что они себя представляют вы можете на его курсе научиться с ними работать вот ну а я в свою очередь так можем добавить раздачный материал а он мне кажется в раздачном материале есть посмотрите пожалуйста Андрей там должен быть он как называется EDTA по-моему что ли сейчас я даже название не вспомню а вот Алексей пишет что на днях добавят еще нет ну вот в общем короче говоря нужно этим заняться просто как говорится озаботиться озадачиться посмотреть попробовать и возможно именно это даст вам очень интересные возможности для торговки поэтому пожалуйста пользуйтесь приходите к нам на все семинары которые вам интересны мы специально делаем максимально интересными для вас вот и я думаю что вот Алексей прописал название его я думаю что сейчас уже поскольку время трансляции подошло к концу мне даже уже и сказать собственно говоря времени ничего не осталось я хотел еще раз поблагодарить от имени себя и от имени всей нашей почной аудитории Нижегородской большое спасибо Алексею за интересное занятие и всех всем вам пожелать больших хороших проектов интересной торговли простоты максимальной и максимальной однозначности в получении торговых сетей с вами были Алексей Ершов Алексей Кузнецов Ростов на Дону и Нижний Новгород клубный день предлагаю считать закрытым завтра я выложу этот клубный день запись его на канале ютуб вы сможете его посмотреть еще раз если что-то упустили ну и я со всеми прощаюсь до свидания всех вам благ хорошего вечера